А вы в курсе, что Сочи и Феодосия подписали соглашение о сотрудничестве? Городское собрание Сочи и Феодосийский городской совет намерены обмениваться опытом депутатской и правотворческой деятельности. Как говорится в документе, стороны будут стремиться к расширению и укреплению межмуниципальных связей, деловых и дружественных контактов. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и о подписанном в Феодосии соглашении мы сегодня говорим с заместителем председателя городского собрания Сочи Ольгой Леот. Ольга Владимировна, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам сегодня. Здравствуйте. Ну да, городское собрание Сочи заключило соглашение с Феодосийским городским советом. В чем его смысл, смысл этого документа? Вы знаете, наверное, сказать только о Феодосии, это было бы неправильно, потому что депутаты городского собрания Сочи выступили с инициативой подписать соглашение со всеми городами при Черноморье. Это и Кавказ, это и Крым. Феодосия была одна из первых, которая пригласила нас на празднование Дня города и в ходе которого было подписано это соглашение. Скажу вам, что соглашение включает в себя ряд вопросов, очень интересных для совместной работы. Это и работа комитетов городских собраний, это и работа комиссии, это и проведение различных организационных мероприятий. Словом, все то, что интересно депутатам. А вот правотворческая деятельность, что в этом понимаете? Правотворческая деятельность тоже интересна по-своему, потому что мы до этого подписания соглашения переписывались по электронной почте с нашими коллегами. И они задавали нам вопросы, как мы готовим решение городского собрания, кто выступает докладчиком, кто садокладчиком. И именно вот эти пункты мы и заложили в соглашение о совместной работе. Но скажу вам, что Феодосия всего два года работает в составе Российской Федерации после 20-летнего перерыва. И им интересно было буквально каждое положение нашего соглашения. Но какие все-таки будут первые шаги по реализации этого документа? Первые шаги мы запланировали на конец октября. Мы собираемся пригласить все города Причерномойя, Крыма и Кавказа в город Сочи для того, чтобы познакомиться, составить план совместной работы, обговорить о том, какие мы будем посещать собрания, какие мы будем посещать муниципальные образования. Ну и познакомиться, в конце концов, пока мы только познакомились и скрепили свои подписи и печати на документах. Ну и Сочи, и Феодосия – это очень известные наши российские теперь уже курорты. И какие, может быть, общие проблемы существуют у этих двух городов? Какие характерны для вот именно городов-курортов? И как подписанное соглашение поможет решить эти проблемы? Скажу, что одна из проблем для городов-курортов Крыма – это работа по 131-му федеральному закону о местном самоуправлении. Поскольку они работали в другом ракурсе, им очень сложно было понять, что такое ТОСы. Это ТОС. Как мы с ними работаем? Для чего они нужны? Почему у нас в собрании есть территориальные группы? А сочинцам свойственно объединяться. Мы даже в собрании. Единственное собрание в Краснодарском крае, которое имеет территориальные депутатские группы. То есть депутатские группы у нас работают по районам. Это очень интересно нашим коллегам. Их очень заинтересовало, что за такие правила благоустройства и санитарного контроля, которые действуют в городе. И как ими руководствоваться, и как к ним отнеслись жители курорта. И легко ли было притворять это все. И буквально все города, и Алушта, и Алубка, и Ялта, просят встречи с нашими работниками жилищно-коммунального хозяйства, с нашими территориальными общественными советами, с депутатами и председателями комитетов, которые курируют свои направления. То есть я думаю, что это будет взаимное сотрудничество. А сочинцам есть что показать. Мы прошли такую школу при подготовке к Олимпиаде, что на сегодняшний день сочинцы способны выполнить задачи любой сложности. Вы рассказываете об опыте, который готовы мы дать Феодосии. А что мы у них можем перенять? Какой-то интересный опыт. Вы знаете, я в Крыме приехала после 30-летнего отсутствия. 30 лет прошло, я не увидела особых перемен в Крыму. Но меня совершенно потрясла их природа. Совершенно потряс их климат. И их подход к историческим ценностям своим. Мне очень понравилось, и мне кажется, это будет ценно для нашего города, тот факт, что они проводят свои мероприятия. Тот же день города в Феодосии с привлечением к этому мероприятию всех музеев города. И на базе музеев проходят часть мероприятий. Они очень большое внимание уделяют проведению морских экскурсий. И рассказывают о городе с катеров, с теплоходиков экскурсионных. Совершенно другое впечатление. Ну, а в большей степени, конечно, им есть чему учиться у нас. Потому что в Сочи мы где-то стоим в большом отрыве от всех курортных городов Крыма. Но и тем не менее у нас есть общие проблемы. Все, с кем я встречалась в ходе этого празднования города, заявили, почему у нас нет морского общения. Мы живем на Черноморском побережье, не имея возможности на теплоходе добраться в Ялту, в Алушту. Хотя жители, даже Сочи, в течение трех, допустим, дней могли бы посетить знаменитые курорты Крыма. Посетить исторические памятники, Воронцовский дворец. Посетить Ласточкино гнездо. Это совершенно потрясающий Юсуповский дворец. Словом, есть что посмотреть. У нас это отсутствует. Проблема посещения пляжей с жителями. Сколько, говорим, у них такая же проблема. То есть, если это ведомственный санаторий, он закрыт, люди туда не могут посетить. Хотя опыт мировой есть. О том, как пятизвездочные отели заканчиваются при начале территории пляжа. И все жители города пользуются пляжем. То есть, этот вариант возможен, и его нужно добиваться, конечно же. Для того, чтобы он внедрен был в жизнь. На мой взгляд, конечно, решатся многие вопросы при условии строительства моста. Когда будет закончен в 2018 году, мы и возлагаем на это надежды. Мы знаем о том, что большая программа по строительству дорог в Крыму. Ну и, соответственно, создание единой концепции организации отдыха жителей. Это должно стать национальной идеей для нас. Потому что мне, например, обидно, что россияне едут в Турцию отдыхать. Или в Болгарию. Наши курорты значительно лучше. У нас потрясающая природа. У нас замечательные климатические условия. И отличная лечебная база. Мы готовы к тому, чтобы стать мировыми курортами. Да, это замечательно. С совместными усилиями можно, я думаю, это сделать. Но вы уже упомянули, что подписание соглашения состоялось в день города Феодосии. В этом году Феодосия отпраздновала 2545 лет. Да. Понравился ли вам праздник? И, может быть, какие-то задумки мы можем воплотить и здесь у себя в Сочи? Потому что у Сочи тоже скоро день рождения, уже в конце ноября. Как вам кажется? Вы знаете, когда я ехала туда, я думала, как я скажу? Феодосия нам старшая сестра, мама, бабушка. Оказывается, даже не прапрабабушка. Настолько это древний город. Очень понравилось мне костюмированное шествие в Феодосии. Причем связанное, конечно же, с музеем Айвазовского. Нас встречал Айвазовский со своей женой и четырьмя дочерьми своими. Нас встречал Александр Грин в музее Александра Грина. Это тоже очень своеобразно было. У них была замечательная ярмарка мастеров ручного творчества. Это и вышивка, это и гончарное дело. У нас тоже, кстати говоря, в городе Сочи проходили такие первые шаги. Мы делали такой ярмарки. Очень мне понравилась мастерская колокольного звона. Кстати говоря, звонари очень просились приехать к нам в город Сочи и проводить мастер-классы на нашей Новогинской улице пешеходной с тем, чтобы обучить население звонарному мастерству. Это было бы очень здорово. Это совершенно потрясающе. Это очень очищает душу, вдохновляет человека. Ну и вообще очень интересно для своего развития узнать, что такое колокольный звон, что он дает человеку и как правильно звонить. Вот некоторые эпизоды, которые я смогла отметить для себя. И очень хорошо, что они делают фотографирование на фоне «Я люблю Феодосию». Ну да, сейчас это есть во многих городах. Во многих городах, да. У нас тоже появилось в Сочи место, где мы можем сфотографироваться. Это такая вот изюминка небольшая. У них есть такая трибуна, где они могут поздравить город, выступить с трибуны и поздравить город, пожелать городу что-то интересное. Может быть, исполнить песню, может быть, прочитать какое-то стихотворение, посвященное. Свободный микрофон. Замечательно. Ну и вот соглашение с Феодосией уже подписано. А с какими городами мы уже наладили сотрудничество? Городское собрание Сочи с кем уже сотрудничает? Может быть, с городами, курортами какими-то еще? Да, да, совершенно верно. Мы подписали с Новороссийском, мы подписали соглашение с Анапой, с Туапсе, с Ейском. Очень просят подписать с нами соглашение город Сухуми. Сухум, да, как они называют себя. Но, к сожалению, мы не можем напрямую с ними подписывать. И мы обратились в Министерство иностранных дел и собрание Сухуми тоже с тем, чтобы нам разрешили сделать. Они приезжают к нам очень часто. Они работают с нашими документами, по образцу готовят свои документы. Ну, что говорить? Конечно же, Сочи – это действительно столица, южная столица России. И это город, у которого есть чему учиться. Это город, открытый для всех причерноморских городов и городов России. И это город, который всегда поможет всем, кому нужна помощь. Замечательно. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что сегодня гостем в нашей студии была заместитель председателя городского собрания Сочи Ольга Владимировна Леот. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. И до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск. Новосибирск.